В такие дни вакцинация хвостиком кажется сущими пустяками. Сегодня утром хозяйка домашнего мини-приюта собаки Симашка наконец-то привила 10 наших хвостиков. Всех, кто был в запланированном списке. Изначально это мероприятие было намечено еще на пятницу. Но доставку ветвоператоров для нас вначале сдвинули, а потом и вовсе отложили до стабилизации обстановки. Совсем не хотелось еще дальше переносить сроки вакцинации, которые уже и так переносились. Плюс вместе с вакцинами нужно было забрать противовирусные, карданон и анандин, а также вакдерм для босса. И понимая, что в этих условиях к нам теперь долго никто не приедет, решилась ехать за лекарствами. Это сделала сама Марина Абельдяева. О чем очень сильно пожалела. Серьезные обстрелы в центре города. Было очень громко. И, конечно же, Насимашка тоже. Совсем рядом с приютом. Пока вернулась домой, уже стало не до прививок. Ни маме, ни тем более хвостиком. Успокоить бы кого. Хотя порой в такие моменты ей кажется, что она делает это больше для себя, чем для них. Повсюду плач и скулешь. А на ее уговоры мало кто обращает внимания. Но так кажется сейчас на холодную голову, когда вокруг тебя беспокойные собаки, их напуганные и безумные глаза. Пытаешься сделать все, что в твоих силах. Хоть кого-то спрятать от всего ужаса. Хоть кому-то закрыть уши от страшного грохота. После такого полагалось, что сегодня вакцинацию придется отложить. Но на удивление, абсолютно все собаки перенесли уколы. Никто даже не пискнул. Может быть, у них попросту не осталось эмоций на такую мелочь. Сидят с самого утра по углам вялые, полузашуганные. Да и сама волонтер после вчерашнего до сих пор не может отойти. Грустно, что снова приходится писать в таком ключе. Но в последнее время очень тяжело все это переносить. Больно и очень-очень страшно.